Мы искали какое-нибудь необычное название, которое было бы связано с Москвой и думали о том, что такое Россия. Мы думали про космос. С другой стороны, Космоско — это потому что Москва. Космоско. Какое-то время назад я не могла себе представить, что я буду заниматься организацией ярмарки, потому что это очень масштабный проект, и это захватывает твою жизнь, это иногда становится неэкологичным даже по отношению к тебе, к твоему свободному времени, потому что если ты этим занимаешься, то ты отдаешься этому полностью. Но на самом деле это очень интересно, и меня вдохновляет, что вся наша команда с большим энтузиазмом готовит этот проект. Когда-то, несколько лет назад, мы сидели с Володей Автеренко, галеристом, и разговаривали о том, что в Москве не хватает и не помешала бы энергичная, позитивная, современная ярмарка. И мы решили попробовать. Как известно, международный календарь событий в области искусства очень напряженный, очень насыщенный. И мы, задумывая ярмарку и продолжая ее как международный проект, безусловно думали, с одной стороны, о том, чтобы найти удачное время, чтобы не вступать в конкуренцию с другими Southern Fairs, ну, важными ярмарками, не пересекаться. С другой стороны, мы считаем, что сентябрь – это очень хорошее время в Москве, это начало бизнес и светского сезона, и все возвращаются после летних каникул. Это кураторский выбор команды «Космоску». На самом деле у нас есть группа молодых художников, которые так или иначе связаны с ярмаркой, уже участвовали в некоммерческой программе, будь то патронская программа или projects. И в этом году мы просто захотели, чтобы этот художник был связан с другим медиа, чтобы это была не живопись или не фотография, скажем так, трехмерные объекты. Прежде всего она отличается от предыдущих тем, что она пятая юбилейная. Это наш первый маленький юбилей. Мы растем, мы развиваемся. В этом году у нас рекордное количество галерей. 54 галереи участвуют из Европы и России. У нас есть несколько новых секций. Секция «Коллаборация», в которой участвуют российские галереи в паре с международными галериями. То есть они приглашают в гости международную галерею. Мы хотели для иностранных участников создать более комфортные дружественные условия для того, чтобы приехать в незнакомую им страну. С другой стороны, эта секция должна развивать международные отношения между галеристами русскими и международными. Еще в этом году у нас новая секция «Фокус», в которой участвуют норвежские галереи. Она стала возможна благодаря поддержке норвежского посольства и норвежского фонда ОКО, «Office for Contemporary Art». Еще в этом году у нас есть секция «Past Present», в которой будут показаны русские художники более старшего поколения, которые уже находятся во многих музейных собраниях. В этом году ярмарка «Космоскова» учредила собственный фонд поддержки современного искусства, который будет заниматься разными инициативами в области искусства. О программах фонда мы объявим дополнительно осенью этого года. Я думаю, это вдохновение, энергия и любовь. Наверное, третий, если не четвертый. Потому что я уже плохо помню. Первый раз я участвовал от Воронежской галереи «Хлам». В 2015 году меня показывала Марина Гисич, с которой я работаю сейчас. И, в общем-то, в этом году оказался художником. Это, наверное, четвертый раз. Меня зовут Наташа Зайченко. Я архитектор. Архитектор ярмарки «Космоскова» уже четвертый год. Собственно говоря, мы одни из старейших российских галерей и принимаем пятую участие в пятой юбилейной ярмарке. И, собственно, представляем российское искусство не только на замечательной «Космоску», но и на других ярмарках в мире. Не скажу ничего нового, если это крупнейшее событие в этом сезоне, в этом году. Как бы единственная ярмарка здесь. Не нужно, я думаю, не мне объяснять значение «Космоскова» для России. Мне это тоже очень интересно. Тем более, что у ярмарки есть большая некоммерческая программа, которую я в этом году и представлю. Потому что я думаю, в коммерческом и международном плане это одно из самых ярких событий Москвы, я думаю, в году. И то, что ту подборку, которую здесь могут люди увидеть за один раз, не увидишь нигде. То есть это хороший такой способ, если нет времени регулярных из галереи, особенно российских, а особенно международных, увидеть, чем они занимаются. Я думаю, да, и притяниться. Сложный вопрос для архитектора. С одной стороны, надо сказать про архитектуру, что здесь нетиповая застройка для экспо в гостином дворе. Любое экспо в гостином дворе будет отличаться от нашей застройки «Космоскова». Мы всегда стараемся сделать элегантно и сделать качественный фон для хорошего современного искусства. Чисто по-человечески нужно прийти, потому что здесь собрано самое лучшее современное искусство не только России, но и, можно сказать, мира. Мне кажется, совершенно фантастическая возможность раз в год иметь этот шанс видеть разные галереи, не только российские, но и западные, и чувствовать этот запах современного искусства. пытаться, может быть, читать ту информацию, ту силу, те вопросы, ту какую-то, может быть, не знаю, специфику, которая происходит в мире, и как художники умудряются это своим художественным языком, как они пытаются поделиться с нами этой информацией. Для нас крайне интересно на Ямарке немного дерзить, поэтому важно и найти особый диалог с коллекционером, но при этом попробовать шагнуть на ступень и наверх. Это достаточно сложно, потому что нужно и коммерчески быть успешным, но при этом показывать свой вектор развития. В общем-то художная среда, как все мы прекрасно знаем, очень небольшая в России, и эта ярмарка является средообразующей, смыслообразующей. Понятно, что событие подобного масштаба, оно способствует взаимокоммуникации всех специалистов в этой области. и какой-то солидаризации, возможно, даже. Это лишний повод и шанс стать ближе, лишний раз увидеться, посмотреть, сделать шаг вперед, сделать выводы, совместно поработать. Много целей, поскольку мы в экспертном совете тоже обсуждаем. Конечно же, цель образовательная. Конечно, не в первую очередь. Все-таки в первую очередь, конечно же, это коммерческая ярмарка, которая просто является важной частью инфраструктуры арт и целей, которая помогает коллекционерам и галеристам на такую форму встретиться и продвинуться. То есть, ну, 80% всех сделок в современном искусстве проходят на ярмарках. Поэтому вопросов не должно возникать. Цель Космоску – познакомить зрителей с современным искусством и научиться ценить, вкладывать в современное искусство. Мне кажется, что в «Аргарите» удается уже пятый год подряд фокусировать внимание не только, ну, скажем так, людей, которые давно увлекаются искусством, следят за ним, но Космоску делать просто феноменальные успехи в привлечении внимания тех пластов населения, которые, может быть, раньше Космоску вообще явно к семейным искусствам отношения не имели. Много параллельной программы, много сервиса рефик клиентов, что очень важно для современного искусства. Крайне комфортное пребывание галеристов. У нас все организовано. То есть, я себя чувствую, допустим, совершенно не хуже, чем я выступаю, когда я выступаю на «Арт Майами» и когда мы выступаем на «Арпу». Организационно все очень здорово. Конечно, это очень важно для российских художников быть здесь. Я думаю, что здесь это, конечно, прежде всего, профессиональное сообщество. И, ну, я думаю, что большинство художников скажут, что самый требовательный и самый важный для них зритель – это их коллеги. И как региональный художник тоже могу сказать, что, конечно же, для меня мнение профессионального сообщества очень важнее, чем мнение моего соседа в Воронеже, откуда я, собственно, приехал сегодня. Потому что в Воронеже мы тоже как бы работаем со средой, со общественностью, где проводим выставочные, образовательные программы. И, конечно же, мнение широкой общественности, они, ну, бывают, в общем-то, не то чтобы самые разные, но они довольно предсказуемы. Потому что это процессы такие эволюционные. Вот. А здесь, конечно, есть шанс напрямую коммуницировать с профессиональным сообществом. Они очень разные. Я вообще в галерее своей люблю видеть и вижу семьи. Вот это всегда очень интересно. То есть это такой хороший способ проводить культурный досуг, узнавать другу получше. То есть мои любимые коллекционеры из Майами, Рубелла, они сказали, что вообще искусство спасло их брак, например. Потому что они научились договариваться. Если честно, вот я делаю Космоску четвертый год подряд. И иногда я делаю еще частные какие-то заказы. И мои заказчики уже узнали о том, что я занимаюсь Космоску. И в этом году несколько заказчиков попросились прийти на Космоску с учетом того, что им интересно уже приобрести какие-то работы для себя. Есть люди, которые приходят, ну скажем так, с образовательной, с любопытной такой точки зрения. Есть люди, которые уже, ну скажем так, тренируют свой взгляд и хотят следить за тем или иным художником в разных культурных институциях, в музее, в галереи, на выставки. И хотят пытаться, может быть, ну как-то, ну вот, вычистить, что ли, свой вкус и выбрать именно того художника, который действительно для них интересен на протяжении долгого периода времени. Поэтому мои посетители, мои коллекционеры, это те люди, которые следят за мной, потому что я 18 лет на Рубе, и которые сегодня принимают решение, что именно сегодня это время, когда нужно искусство покупать и хранить для своей семьи. Конечно же, то, что я художник года в этом году на Космоску, это для меня неслыханное признание, успех, ответственность и, ну и, в общем-то, ожидания, конечно же, самые, самые большие у меня, потому что для меня это, ну, в общем-то, такой прорыв, какой-то показатель, ну, если не творческого роста, ну, не хочется говорить бюрократическим языком, ну, карьерного, наверное. Хочется обозначить свою позицию перед московской публикой. Ну, с каждым годом у нас все как-то интереснее. И в этом году я руковожу вот одной секцией ярмарки, и мы привезли очень много иностранных галерей, то есть по сравнению с прошлыми годами самое высокое количество иностранцев, и мне очень интересно, как у меня здесь все пройдет, и мы очень к этому готовились на всех уровнях. Поэтому я надеюсь, что придут люди правильные, соответственно, и что иностранцам нашим здесь понравится, потому что это очень важно и для художников, для местных, и для местных галерей. Вообще для такого общего культурного присутствия России на международной сцене важно, чтобы сюда приезжали другие галереи и знали, что здесь происходит. И вот как бы для нас это был один из важных фокусов, и мне кажется, что очень успешно в этом году прошло. Мои ожидания от ярмарки, чтобы все прошло спокойно, чтобы все покрасили, чтобы все размеры были выдержаны с учетом чертежей. Кстати, для нас каждый год космоск очень успешный, потому что у нас много коллекционеров, я действительно давно работаю, и мне, наверное, гораздо легче сегодня, чем тем галериям, которые начинают себя профессионально проявлять. Поэтому мы абсолютно с восхищением всегда ждем этот день. Для нас это всегда день больших открытий, встреч и хороших сделок. Шик, величие и могущество. Я думаю, гостеприимство для меня, вот то, на чем я концентрирую. Гостеприимство, качество, может быть, щедрость даже, не знаю. Такой, мне кажется, щедрый опыт на всех уровнях. Элегантность, структурность и красота. Ну, мне кажется, что прежде всего это интеллектуальная радость, это смелость и это вдумчивость. Мы ждем всех вас с нетерпением на ярмарке «Космоску» с 8 по 10 сентября в гостином дворе в центре Москвы. Субтитры сделал DimaTorzok